Вчера делали крышу, акты подписаны о том, что в очередной раз делали крышу. Вот, пожалуйста, все кругом мокро. Эту видеосъемку соседи, 85-летней Майи Серебряковой, делали 25 октября. Сегодня 29-е. Ситуация в квартире заслуженного работника культуры России не поменялась. С лампочки капает вода, на полу тазик, на каждом шагу насквозь пропитанные тряпки. Здесь вот уже до половины, видите как, я сегодня вот так спала ножки сюда, а оно, видите, и капает до сих пор. Вот уже закончился дождь и будет капать долго и упорно. Сердце женщины, годами отданное театру, из-за таких условий проживания не выдержало. Я пинфаркт первый получила из-за этого и резали. Дальше второго я не хочу. Капитального ремонта жители дома на Никитина, 28, ждут давно. Крыша в квартирах и подъезде течет с 2017 года. Постоянно жалуются в УК, пишут в фонд капитального ремонта, повысили сумму сбора на капремонт. В сентябре они нам ее как бы утвердили, но года там не стоит. Неизвестно в каком году. ФКР-22 публикует свои, так сказать, эти планы, короткосрочные. Нас пока там нету. Управляющая компания латочный ремонт крыши проводит, утверждают жильцы. И отчитываются, что протечки устранены. Но ситуация, особенно в квартире Майи Серебряковой, не меняется. Вот так вот отжимаю каждый, иногда, когда дождь идет, даже минуту. Приходишь к ней, а она под клееночкой лежит. Я думаю, боже мой, ну хоть возьми ее к себе на диван положи. Она у нас ветеран труда. Она вышла на пенсию только, по-моему, год или два назад из театра. Она заслуженный работник культуры. Да, культуры. Всю жизнь проработала, что она сейчас имеет на пенсии. И никак не можем ей помочь. Я не знаю, прокуроры иногда бывают, вступаются. Она не пойдет по судам, у нее сердце. Она как бы вот разволнуется и все. И мы с ней таблеточки пьем и давление меряем. А я не знаю, есть же кто там. Судиться с управляющей компанией соседи Майи Серебряковой не хотят. Говорят, она утонула в долгах и не может рассчитаться даже с ресурсоснабжающими организациями. Если человек преклонного возраста, с плохим состоянием здоровья, возможно, с инвалидностью, имеет смысл в этой ситуации обратиться с соответствующим заявлением в адрес прокурора района, например. И он вполне возможно в соответствии с законом о прокуратуре выступит процессуальным исцом. По такому делу материальным исцом будет как раз гражданин, права которого защищаются государством и законом. И выступит от его имени и поможет свои права отстоять. А если УК нерачительно относится к своему фонду и потребителям, юрист советует всерьез подумать о смене управляющей компании. Кстати, со слов соседки Майи Афанасьевны, представители администрации района сообщили, что капремонт дома на Никитина начнется в январе 25-го года. Жители очень надеются, что регулярный дождь в квартире заслуженного работника культуры прекратится гораздо раньше. И Майя Серебрякова сможет ночами спать спокойно. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.